Очень одарённый издатель. Она малыми тиражами издаёт мои книги. Я их забираю в неё. И там, где я выступаю, только там продаются они. А деньги я отдаю Леночке Бычковой, чтобы она потом следующую книгу делала. Таким образом, я свободна от издателей. От того, чтобы они мне что-то диктовали, что-то просили. Потом я не знаю, что в магазинах продавали. Я ничего никогда не получала из этих магазинов. В общем, я свободна. И вот я была уже в разных городах. В Риге, Винесе, Таллине. В русских аудиториях. В Таллине была не только русская аудитория, потому что там кремлёвские жённые дети Кремля выходили на исламском языке. Там было много эстонцев. Ну, в основном русские люди, русскоговорящие. И читающие, и пишущие. Это было интересно. Да, ещё в Тишинстве была такая же история. И я выступала и в Крыму. В Крыму ещё должна быть большая аудитория в Никитском саду. А в Крыму я ездила на свадьбу. Одна очень талантливая женщина, которая, желая утвердить свою матушку, устроила свадьбу в человеком, с которым она уже несколько лет живёт. Это интересная такая романтическая история. И в Нижней Арианде была эта свадьба. Что вам сказать? Вот так вот мои книжки и живут. Я этим вполне доволен. Я ни от кого независима. Никого не могу обвинить в том, что меня обокрали. Уже я обвинила. И в течение многих лет занимать первое место по обкраденности даже отчасти приятно. Вот. Сейчас я затеяла совершенно сумасшедшую идею. Журнал, который будет называться «Александр». С этим знаком на конце. Вы понимаете, кто это? Кто? Александр Первый, видимо. Зачем? А Субор? Ну да. А кто? Ну, Александр. Кто сам? Ну, конечно. Человек, который со мной заодно, он тут же, его фамилия Труба, Анатолий Сергеевич. Он прислал мне обложку. темно-серый фон, яркий круг и в круге Пушкин, красивый Пушкин. В этом красивом парике, ну, красивый, не такой, каким он был, какой он был, а каким мы хотели, чтобы он был. и в этом журнале будет, он будет ни на что не похожий, потому что сейчас журналов, журналы по умиранию, один наш современник еще живет за счет своей идеологии. Но главный редактор нашего современника мне позвонил и сказал, я слышал про твой журнал, можно я у тебя поучаствую? Я говорю, ну, вот еще ты будешь меня компрометировать своими умениями. Нет, нет, я, у меня есть такая вещь, ты не откажешься. А я тут, честно говоря, хочу найти в этом журнале, для этого журнала, я хочу найти Мастера и Маргаретты. И почти нашли там есть есть такой писатель был Михаил Козырев. И у него есть роман, который называется «Девушка из поместья». Тема совершенно советской действительности. я не совсем удовлетворена. И это не совсем мастер и Маргаретты. Мастер и Маргаретты. Это все на свете уникально. И девушка из поместья тоже уникальная. Тем более в близком Подмосковье я случайно напала на очень интересную бывшую усадьбу Апраксин «Девушка». Там есть руина. Вот я вижу, что эта девушка пришла из той руины, которая была когда-то дворцом. и все на свете очень связана. Потому что граф Апраксин сенатор Баранов были в Одессе на шахматном турнире. И на этот шахматный турнир приехали, прибежали, прискакали. я не знаю, каким образом попали два юноши. Еще почти мальчики. Два брата. Александр Бланк и Николай Бланк. Они всех обставляли в шахматах. То есть всех. Там приехали специалисты масоны, там они хорошо играли. А вот эти два парня выше всяких честных покланов. Краб Апраксин посмотрел на это дело. Покрестил их. Вместе с Инозаром Барановым. Я не могу найти его пока что. У этого Баранова никаких данных в интернете. А с Апраксин все понятно. Я поехала в Ольгово. Это здесь близко под Москвой. Увидела эту руину. Все. А Александр Бланк стал полицейским врачом Зимнего дворца. Они жили во Флиде во дворе дома Лаваня. Я пошла туда. Флигель есть. Если выйти из Флигеля, пройти арку и повернуть направо, то через 20 шагов будет Сенатская площадь. и Петер и Петер сидит на коней. То есть это сам центр Петера. Там просто так тебе жить не будет какой-то врач. Неизвестно, откуда взявшись. Николай Бланк имел драматическую судьбу. То ли холера это была, то ли начиналась только зима. Там, где он практиковал, улетела толпа и выкинул его из окна на смерть. Но я его не касаюсь никак. Меня волнует Александр Бланк. Потому что это был кто? Дедушка Владимира Ильича Ленина. Все очень непросто на белом свете. И все увязано. И вот эту увязанность найти, определить, выяснить и рассказать бы отчасти не удается. Потому что я всегда в истории отношусь не по-человечески. Вот книжка тут «Исчезновение императора». И уже что, купишь? Да. Молодцы. Так что, она в одном запяливала? Ну, вот видишь, как все. Я каким-то странным образом пытаюсь ко всему посвете относиться по-человечески. Понимаете, и мне не коснулось идеологии, поскольку я шестидесятницей не была никогда. Хотя в шестидесятых входила в литературу, но ни к каким группам не принадлежала. И почему я выжила в литературном мире, даже вам не могу сказать. характер, наверное, такой. Я никогда не соревновалась на скину. Никакие писатели не были моими учителями. Ну, разве что отчасти Боков, Виктор Фёдорович, но он не учитель, а он такой, такая самоходячая поэзия. Говорили так, «Не пишется, пойди посидишь с Боковым, послушай его, забеременеешь стихами?» И на меня самое большое впечатление произвели в жизни, самое большое впечатление на меня оказывало не писатель, не поэт, а великая артистка, которая была связана с моей семьей, дружила с ней Вера Петровна Морецкая. Очень трагическая судьба у нее, мало кто знает об этом, и если я не напишу, то может и не узнает никто. Ее два брата были расстреляны в Капураде в Советской Бласти Немного Капураде Капураде пожалуй, единственная моя учительница. И она удивительным образом, когда я захотела конечно же быть артисткой, а это было уже в 1953 год, я должна была решать свою судьбу, поступать, куда-то. Только артисткой конечно. Уже мама поговорила с Плятом, он восторг не пришел, но пробугнил что-то. Ну да, наверное, получится хорошая характерная артистка. Завадский, а это была дружба моей семьи, Сверхи Петровны, и Плят и Завадский, они автоматически становились друзьями семьи. Завадский был уже толстый, в очках, это будет никакого таланта и близкое явление. Вверх потрогаяся в другом она приехала, сказала, чего? Пусть приходит. Она подарила мне два часа своей жизни. Безжалостно рассказала свою жизнь актерскую. и сказала потрясающую фразу. А потом послушала, ты же сама что-то там такое сочиняешь. Какие там стихи потом время покажет? Ну, ты пишешь своими словами, а тут всю жизнь надо говорить чужие слова. Ты не сможешь. Я говорю, а как же вы? Она говорит, а, ты думаешь, мне, не хотелось переписать Гальдони, Чехова, я даже помню сейчас эту интонацию, Чехова. Я путала нарочно так все слова, чтобы каким-то образом извлечь свое отношение к чем я занимаюсь и кого я изображаю. и это настолько произвело на меня впечатление, что я даже на всех актеров смотрю, они говорят чужие слова, хотя это не верно, то прекрасные актеры есть, но вот это заложено в основу. и в том же я решила, раз мне нечего делать в актерисах, я пойду в литературный институт. Собрала стишки. В моей семье с моим отцом дружил писатель Иван Федорович Попов. Он сказал, понимаете, с этими стишками ее, пожалуй, примут в литературе. Но вместе с институтом она окончит еще и его общежитие. А вы можете потерять девочку. Почему бы я не пойти на филологический факультет Московского университета? И тут было счастье, действительно. Я пришла правильно, без всяких амбиций. Попала, причем сразу же я пошла к Лебану, к величайшему учителю Николаю Ивановичу Лебану. он становился древнерусской литературой. А мне было всегда интересно понять, что это такое. Потому что мне приходило в голову вот что. Ведь если задуматься, электричество появилось только в 20-м веке. А до того, смотрите, какая вспышка. вы едешь по Москве и все сияет, сверкает, горит. А сто лет назад ничего этого не было. Пушкин писал при свечах и дай бог как писал. А еще одно обстоятельство. Так веками в темноте жили и ничего. А завтра не будет. Да тут два часа света нету. Можно с ума сойти. добавить тучи. Как-то что-то не то. Какой-то век странный и опасный. Еще одна особенность. Только в 20-м веке женщина получила возможность везде оказаться. И сбыть лет жук. биректор музея цвета его. Ты мечтать не могла бы. Понимаешь? А ведь Лев Николаевич Толстой большая цель. Он в 1904 году в статье посвященной душечке Чехова написал «Без женщин учителей, врачей, телеграфистов, писательниц мы обойдемся». А вы без женщин, матерей, дочерей, которые подавят нам свою любовь и будут заботиться о нас и не вдохновлять нас, нам не обойтись. Здравствуйте, пожалуйста. Через 10 лет это было уже смешно читать. Не обошлись. И мы явились. И не просто так. учим, лечим и все остальное. Понимаете, вот эти два обстоятельства каким-то образом нас выводят в мир предчувствуемый, необычный, 20 век вообще невероятный. 21 технологическим процессом, которого я боюсь, и наши правители меня в плане. Хорошо, и мне интересно знать, что я говорю. Понимаете, я не заняты другим. Но просто-напросто посмотрите, что такое вот я например глубоко уверена в том, что такой болезни как рак нет. Это конструкция, выстроенная специально медициной для того, чтобы люди помирали. я для себя вижу, чем проще жизнь, чем легче мы относимся к ней как к природе, тем мы сильнее. Вот у меня есть одна особенность, я вам это рассказываю и рассказываю всегда, три ведра холодной воды утром. Ну я сейчас имею возможность делать это за годом. В городе это хуже. Наручила меня этому одна старушка. Она не старушка была, она была леди Маунт Бетн. У нее в доме познакомились нынешняя королева, которая сейчас старая, но тогда она была совсем не старая, молодая. Вот и ее муж Верцик Эдин Мунский. Я пришла к ней в гости. Она сама мне продиктовала у меня будет день рождения, пожалуйста принесите мне 0,75 вашей водки, вашей посольской лапочке, она подается за столько по за столько. И еще какой-то шарфик мне рекомендовала купить в фасольской лавочке, и вы на этот шарфик не посмотрели, какой-то страшный. А зато это кашмир, чистый кашмир, в котором она хорошо понимает. Я принесла, она сказала, я вас, вам тоже сделаю подарок, а то не буду близко от моего дня рождения. обливайтесь холодной водой. Особенно если вы живете за городом, вам это легко. Выйти басаль и шлеп на себя три ведра. Вы знаете, почему-то она мне так внушительно и, как бы сказать, безаполиционно, но не настаивая, сказала, что я прямо на следующее утро это сделаю. И по сей день я не знаю, что такое насморк, кашель, все. Я чувствую себя здоровой и вечно молодой. В голове у меня всякие глупости, вроде нового журнала «Александр». И я найду, поскольку задалась этой целью, я найду мастера и Маргариты, тоже мне. есть он. Уже бросила кличи. И все. А теперь вот это называется «Усилис». «Усилис». И пусть она во сне обманет. Тут никакой романа, ничего. Эта книга может быть, самая главная. Она о том, что человек, что Земля – это зародыш в матке мироздания. Один из девяти зародышей. Одного единственного мироздания одной солнечной системы. А сколько их? и попытка понять, кто мы, что мы, зачем, здесь себя находит. книжка Евдокия Московская, я уже, помню, говорила, что эта книга о том, это первая крымевская жена. И она одна единственная. Она и ее муж Дмитрий Гонской – это пара которая любила. И только один раз была любовь. А потом это было все, что соединялись. И рекламы, ничего чистого и светлого не было. А вот это было. И как это было? И почему это было? И чем она закончилась? Вот об этом эта книжка. «Крымьевские жены» вы знаете, что это такое. Тут двадленье. Вот книжка, она достаточно удобная. Вот «Крымьевские жены» «Крымьевские жены» «Крымьевские жены». Жена Елуза, я ее, это клюшко, просто я нашла, кого любил Пушкин. А так как он наш и все, то понять, что не Анна Петровна Керл, которая сама признавалась в том, что никакой там любви не было, а тем не менее очень долго она существовала на этой легенде, здесь я возвращаюсь на свое место. Путешествую к друзей с врагами, здесь мое отношение к литературному процессу, здесь мое отношение с Николаем Литцовым. Телефонный роман, очень своеобразный. Когда он сказал мне, слушай, мы встретились перед домом литературы, он сказал, проведи меня. Я говорю, ты что, пьяный? Да нет. Вдохни, вдохни, вдохну, не бахнуй. И первый лайк. Он пошел в сторону, я говорю, пойдем сядем, поговорим. Пойдем. Семь, говорит, мяч. Он говорит, нет, невозможно. Ты генеральская дочка, а я даже не титулярный советник. Я говорю, никакая не генеральская дочка, отец мой конструктор. Нет, нет, нет. Знаешь что, давай, я буду тебе сдать. Сдай мне телефон. И я талант. И тут же пожалел. Думаю, господи. Он будет звонить мне в семью. У меня семья приличная. Папа, мама. Ребенок. Муж. А этот будет напьется и будет позвонить. Он ни разу не напьется позвонить. Но он звонил. И довольно часто. И даже однажды, когда я рассказал об этом, в одной своей книжке, Куняев мне говорил, слушай, так это тебе, Коля, что ли, звонил? Я говорю, ну, почему ты спрашиваешь меня? Да дело в том, что когда мы собирались пить, а он не хотел, он говорил, пошел звонить своей Ларисе. Я никогда не думал, что это всего на все. Я говорю, ну, как ты хочешь, но это всего на все и нет. Потому что другой Ларисы не было. Это были разговоры. Со мной разговаривал не великий русский поэт, не сирота из деревни Никола. со мной говорил, сильный, яркий, красивый человек. Он был свободен. Понимаете, вот этот телефон, это отсутствие присутствия, как-то разделяло, делало его смело. И это были разговоры, удивительные у нас, неожиданные совершенно. Вот в этой книге они отпечатались. «Душа Москвы» – это книга, четырехтомник, судьба, любовь, характер, время. Я считаю вполне амбициозным, что я открыла новую тему. Не Москва ведет, а Москва чувствовала. Как ее чувствовать? Почему? Что надо для этого сделать? Вот тут все обозначено. «Столь стихотворений моих». Она связана, эта книжка, с замечательным литератором Стасиком Лисневским. Мы вместе с ним создавали музей-блог. Он мне сказал, а он, у него сестра богатая. И он ее замечательный, интересная женщина, Рена, Рен-ТВ. Она продавает ТВ немцам почему-то. Я не очень подробно не знаю, что это было, но она, он тут же повесился на ее возможности ему помогать. И он создал издательство Плеяда, где издавал вот просто стихотворений разных поэтов. Он меня попросил, я хочу, чтобы ты дала стихи. Сто стихотворений, какие хочешь. Я говорю ему, знаешь, давай подождем какого-нибудь моего юбилея. Он говорит, подождем. Ну, ты все-таки собери стихи. Я собрала. И факт жизни такой. Я говорю, очень хочу о тебе написать. Я собрала. Мне было интересно, что он напишет. Именно он. Ну, жизнь это же так, что я никогда не увижу его работы обо мне, потому что его нет на белом следе. и тем не менее я нашла у себя книгу, подписанные им книжки, подаренные мне и написанные им. Ну, ни в коем не хватает этого для того, чтобы помнить, любить, ничего не забывать. вот. Вот в этой книге сильно присутствует Святая. Потому что я жила в Англии и там подружилась Соломея Николаевна. Андронниковой. Гальбер. Ну, знаете, сначала, когда я начинала жизнь там, мне было очень интересно только все, что связано с... Я подыхала ностальгия. В принципе, люди, которые уезжают так или иначе, я уехала в командировку с мужем, он был корреспондент, газет. Собственно, не обязательно можно ездить, можно так устроиться, что это целая история. Я все-таки эту историю сотворила. Меня вызывали в Москву на заседание ревизионной комиссии, в которой я состоял по ошибке. Вот. Ну, не по ошибке, а так я устроила, что попало в нее. Вот. Вот эта книжка, ну, она как бы рассказывает все о том, Здесь много фотографий с самыми разными замечательными людьми, вот Сморецкая, молодые фотографии. Здесь мне рассказ о соавторстве. Я вообще люблю соавторство с мужчиной. Это очень полезно. Совершенно разные люди. совершенно разные восприятия мира. И как это соединить. И как с этим дальше жить. Вот у меня была книга, одновремя были модны продолжения. А муж мой, создавал я издательство «Вагриус», захотел сделать продолжение «Войны и мира». «Войны и мира» «Войны и мира». И сказал, у Ларисы есть соавтор Александр Старостин, они вместе могут сделать это продолжение. «Войны и мира». Только от легкомыслия, конечно, можно. А я легкомыслию. А почему Лев Николаевич сам занимался продолжениями. Всевозможным написал железнодорожный роман Анна Каренина. И мы с ним написали книгу «Пьера Наташа». И мы собирались продолжать все, что угодно. И она хорошо пошла. Ее издали в Корее, в Сиуме где. И в Польше. Затевали кино. Но он посчитал позором для себя и для меня, что мы занимаемся такими вещами и прикасаемся к Льву Николаевичу. И как-то так он нас забыли. Но меня волновало все новое и новое в жизни, поэтому я не обратил на это внимания. И вот стою перед вами. что вот я говорила о том, что меня очень интересует человеческое начало. И там, где я смогу по-человечески подойти к герою, он очень благодарен за это и открывается. Вот я бы не понимала одного. Не мог Александр I умереть. не мукуйся. Почему ни про кого, ни про одного царя нашего не было никаких слух, а тут какие-то слуха. Что-то тут это только женщина может полез в такие вещи. Чувствую, что он был вечный. И был очень известный случай. Описаны во всех книгах про него, в Жизел, три книги про Александра I. Это почему в таком? Не про кого нету столько книг. А тут три тома, два большая серия и один тон маленькая. Еще что-то он ускользает. А что-то тут ускользать. Он ни о ком не было никаких таких сплетен, что он умер в таганроте. Всю жизнь провел в дороге и умер в таганроте. И всякие эти доклады врачей какие-то путанные, сумбурные, сайты с бульдой не сходятся. Думаю, надо искать, что физиология этого человека. А совершенно известно, что он мальчиком стоял у пушки, а Павел занимался стрельбой. Пушка выстрелила, и у мальчика вытекла из левого ушка. моя девочка. Я опросила человек пятьдесят левингологов всякого рода, что с этим ушком. И все мне подтвердили тот факт, что ушко, второе ушко тоже сдает с возрастом. Скорее склерово с девушек. Он был глухой. левингологов тут же я стал интересоваться, где была школа, сурда школа. Эта школа была не в Москве, не в Петербурге, а в Павловске, в резиденции его матери. То есть все было устроено под него, ибо глухой император это как бы не император. И все, эта книга построилась в исчезновении императора. Она как раз рассказывает о том, куда он исчез. Я проследила его жизнь почти до самого конца. А дальше Север, Нырб, там, где первый Романов обрет свой конец, один из первых Романов. И туда ушел его. И вот так вот совершенно я называю это все не истории. Вообще истории не существует, потому что истории пишутся под любого начальника. Есть такое понятие истористика приблизительная, нечто подобное, похожее, недоказуемое, недоказанное, событие. Но невозможно не согласиться с этим. Истористика. Вот я занимаюсь истористикой, но хорошо никто не мешает. Но вы знаете, что я вам скажу? может быть, как говорит Куняев, я не всегда относился к тому, что ты пишешь, как к чему-то необязательному. Ведь ты же ничего не доказываешь, ни с кем не борешься. Да уж, ни с кем. сейчас я думаю, что мне надо вам почитать много стихотворений, потому что вы, по-моему, устали. И немножко почитаем, а потом я буду отвечать вам на вопросы, хорошо? Я открыла весну, и плакучую осень, и глаза в твою добрую силу открыла, и тревожные песни тоскующих сосен, и открыла все то, что давно уже было, что другие давно до меня открывали, что другие потом в суете забывали, что веками меня щедро людям дарила, и опять все нашла, и опять все расцвело в соседнем доме, помигав, погас огонь, вся земля как на ладони, лежит на ладони, вы хоть верьте, хоть не верьте, эти линии не лгут, нитка с жизни, с нитью смерти, перепутавшись, бегут, указывают, что встала, что пристала мне отныне понимать то, чем я еще не стала, то, чем я могла обстать, эти тоненькие сети на лице моей руки, все мужья мои, дети, все друзья и все враги, кто приведет, а кто отпрянет, новый шаг и новый след, с ними жизнь, не сладкий, пряник, а без них и жизни нет. Вон за годом тянется, убывает век, что от нас останется, мудрый человек, шумное, весеннее, перекор мечтам, наше поколение платит по счетам, по отцову, деду, по своим поролям, по бедову, что растут гороли, за царя, за Сталин, за сожженный храм, в общей куче свалены гордость, честь и срам, на ошибках учимся ненависть любить, оттого и мучимся, что нельзя забыть время рукопашное, огненное, то эту плату страшную взять посмею, кто? ну что, давайте разговаривать кто из кремлевских жен вам наиболее симпатичен? ой, что бы я этого слова каждый раз меня спрашивала начинали с простого нет, хорошо спрашивала вы знаете, что симпатичен это не то слово кого я из них предпочитаю представьте себе самое-самое что у меня есть предпочтительное это Надежда Константиновна ну не вот это вот чудовище, которое к старости так выглядело а она же была красотка Ленин был влюблен в Тургеневских девушек это была чистая Тургеневская девушка с косой пухлогубая румяная а? ничего говорите нет, нет я слушаю вас вот она была красоткой когда в Шушенском она распускала косы все вот эти вот сынные которые жили там облизились и она очень многое революция ее сожрала понимаете всю эту красоту и силу потому что она рано заболела началась эта базетка которая ее изродовала и конечно там было много всего понятия понятия Инесса Арманд тоже поработала над ней над ней хорошенько и она была самая яркая самая вообще интересная они все по нисходящей шли вот какой был начальник такая она она и была рядом с ним как можно было быть благополучной женой Сталина только смерть могла ее увести там была жестокая история когда я читаю их письма то я понимаю что тут иначе чем выстрелом никак не решить вопросы первая была надежная надежда а вторая была безнадежная надежда а у Никиты Сергеевича была домашняя жена хотя у нее было очень интересное начало она была посильнее по началу вот когда мне дом у нас одна тетушка мамина подруга и очень сильно на меня влиявшая женщина Татьяна Ивановна Егорова по рождению графини Карпович из Вопнянки там графства было вот столько но не в этом дело и не надо было особенно это утверждать довольно небезопасно это было но она стояла на том ярко и ясно явно утверждала что она графина но эта графиня очень сильно на нее повлияла она в эвакуации в Нижнем Тагиле где мы жили где-то нашла глухонемого который за деньги давал читать книжки и она давала мне их она говорила девочка должна хорош знать хорошую литературу я не прошла в стадии Майгадыра и всяких детских книжек у меня Анна Каренина была чтением жизнь Макасана Лидия Чарская и вот они меня испортили сезурой все передали такая изморочная вот и когда я потом пришла в литературную жизнь у меня не было совершенно не было никаких учителей никаких групп и вот эти вот групповые дела это делать сложно я не берусь даже в этом разбираться я знаю что там очень много присутствовала система которая называется КПП так что вот самые мои любимые кремлевские жены это Надежда Константиновна в молодости это драматичнейшая женщина жена Сталина Нина Петровна я помню у нас в семье был такой разговор вот эта вот графиня она говорит какое это за правильное Никита на день рождения подарил своей жене мама говорила ну что ты Таню бормочешь ну сама подумаю как можно подарить Крым не знаю как подарить и я с детства знала что Никита подарил Крым и вот сегодня когда этот вопрос решался как чей должен быть Крым это чей Крым попал нам по кучу конержейского мира еще время когда Потемкин Екатерине второй его преподнес и она поехала в первое путешествие и ее якобы профиль там если чем-нибудь это мало похож ну так так что кремлевские жены это они вот я считаю что второй любовью которая была после Дмитрия Донского и Евдокии была любовь Михаила Сергеевича и Раисы Максимова вот я уже видел его просто поскольку Дмитрия Максимова обратила внимание на мои писания и я пыталась создать женские фалами и собрала в руку женщин таких очень влиятельных женщин перешков и Никола Рахманова Федоров ну все такие вы ведут они все были кто писатель национал мне ниоткуда снег нельзя понимаете поэтому я их всех и звонила ну вот нам ничего не удалось потому что мы собрались из своих всех своих решений накануне когда это было вот это вот когда раскладили Советский Союз якобы вот ой как эта группа называлась возглавляла ее люди хотели удержать падающее время вот как это вы что вы все знаете вот так еще какие есть вопросы Лариса Николаевна конечно мы от музея не можем не спросить о вашем знакомстве с Рядной Сергеевной и Фран от себя лично я хотела бы еще раз послушать историю вашего знакомства с Юрием Гагарином ты говори про это прочитай про Гагарина вы сами рассказывали а Ряду Сергееву вот вы говорили что вы затронете эту тему я познакомилась я познакомилась с ней в Коктебе и тогда как раз там был Глеб Горбовский вот написал стихотворение сестра 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 Цветаевой Марины клюет казенное пюре она была очень привлекательна со своим удивительно изрешеченным временем и страданиями лицом она просто приманивала к себе с ней рядом была ее подруга Кунина и я наверное просто ну не знаю что-то мне хотелось сделать я купила дыню сказала дядьке если плохая верну и доставлю тебе неприятность он поклялся что он говорит замечательно и принесла это с этой дыни началась наша дружба какая-то очень ну я не знаю я так ее полюбила потом я прочитала где ее воспоминали и стала думать о ней что она ну не мое дело вообще определять кто есть кто но я подумала что она не достаточно высокая женщина и что не меньше Марина Ивановна со страей а глядится такая же во всяком случае нельзя 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 не читать ее в этой всей истории как вам сказать я никогда не чувствую в себе никакого влияния Марина Ивановна однажды мне кто-то а мне то Ахматов присобачивали то Цветаеву для того чтобы определить какие я пишу стихи и мне сказал Рубцов когда я сказал ну вот опять мне Цветаеву навесили а он сказал да не обращай внимания Цветаев что-то небезамен ски я говорит вижу в тебе влияние Жуковского и это действительно так на меня очень сильное влияние оказал проект Жуковский его баллады я вообще считаю что он он нам принес литературу понимаете из этой неменщины которую он переводил он сделал русскую поэзию и его недооцененность в основном от нашей широты от того что у нас много талантов людей и он как-то не обращает на это внимания а для меня он очень главная фигура все еще можно несколько слов об акции если можно да спасибо а Гагарин понимаете ходили сплетни что у меня с ним роман когда мы летели к Шолохову на большая группа поэтов социалистических стран в большом самолете самолете я как раз я была единственная женщина они прям уже в самолете начали ребята а сама не пью и не очень неловко не неудобно 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 общество пьяных мужчин в таком большом количестве единственное на что я надеялась что там будет обслуживающий персонал поварихи я где-то за ними скроюсь и самолет присел на поле и все постали прыгать подхожу боюсь а мне хотят прыгать мы тебя поймаем мы тебя поймаем не страшно ну страшно они прыгают с такой высоты а они все больше кричат да не бойся ты прыгай я закрыла глаза и прыгала кто-то меня поймал и сразу рассказал ого я открыла глаза какая я тебе покажу ого я сразу поняла что она бит толстая тяжелая и вечером да потом было выступление вешенской на праздники много народу свет электричество конечно все пропутыхает от гагарина аплодисменты он выступает мне дает слово и наверное потому что я была первая женщина единственная больше не было я очень хорошо выступила и читала так заводно и меня хорошо и он тут же стоит и говорит слушай у меня две дочки что нужно чтобы вот как ты я говорю ну извини меня наверное нужен талант он говорит а куда им пойти учиться я говорю давай вечером поговорим вечером был ужин ну все напились с утра и к вечеру уже ничего не было вот этого лакханалия и я их завела разговором давайте подумаем кем стать этим девочкам и каким-то образом я привела их к мысли от университет исторический факультет отделение какое искусствоведческое он записал положил в карман прошли год девочки то были еще маленькие мне позвонил один писатель и говорит тебе может быть не вредно узнать что Галя Галя по-моему ее зовут Гагарина поступила на искусствоведческое отделение на исторический факультет и что вы думаете когда я потом делала фильм с очень интересным автором этим оператором и такая уже была директором Лена она была директором и она мне собралась запретить снимать я не запрещу но каким-то образом Людмила Ивановна Швейцова она тогда в Севере была она мне не дала этого сделать потому что она позвонила ей объяснила все и Лена разрешила это в общем а что делает вторая девочка я даже не знаю и никто не может сказать вот весь мой роман с Гагариной а уж разговору было помню Рима Казакова что-то меня пытала ты распространяешь слухи про свой роман с Гагариной я говорю какие где-то откуда это взяла сейчас это даже не смешно просто просто грустно никого уже нет и Римички нет и в литературном мире я подзадержалась но пока я не сделаю Александра пока и на мейшей музей с очень интересной историей а создание его это одна очень важная вещь мне говорят что я сделала музей отца это не так мой отец был начальником конструкторского бюро где создавали танк 34 над ним главный конструктор и над ним был некто кошкин который был первым главным он еще до войны умер он был партийный работник но окончил институт и принял ну в общем он умер за этот танк я их всех люблю помню и они все занимают свое место как и все впрочем и остальные когда я пришла в еврейский музей и увидела танк Т-34 собранный из кусочков и там подпись была главный конструктор Исак Зайцев я распушилась какой главный конструктор Зайцев Зайцев он был на заводе он приезжал на завод он был нарком замечательный был детка но он не главный конструктор Т-34 в общем все это надо было знать запомнить и ой пришел артист это мой начальник привет что ты так поздно я уже заканчиваю я мобли а это верно у тебя нет ко мне вопросов нет это замечательный человек он ты кто куратор наш да он начальник какой-то начальник я никогда этого не это это для меня самое главное ладно спасибо спасибо вот ты давно не был а пирожки есть вот и когда мы начали создавать этот музей у меня было одно по-моему одно достоинство приходили люди влюбленные в историю танка и я им давал полную славу вот пришел Игорь Желтов блистательный мастер своего дела как я могу его мешать когда для него это вся жизнь в этом все а я ничего не понимаю в конструкции не только уберечь их от начальников которые засыпают нас невероятными совершенно бумажками от директора а там еще директора есть на него очень много и он никак не может успокоиться вот прислали надо что надо делать а я не знаю и этому звоню он каким-то одним словом самое главное человек понимаете вот как человек был Александр Первый и как я поняла что этот человек я догадалась что он и оттуда все пошло вот так и во всех остальных случаях нету начальника я боюсь вообще-то с некоторыми встречаться потому что у меня отсутствует чувство субординации а им нужно как что-то что-то говорить да я может быть стало бы чтобы спасти музей чтобы не не морочили нам голову наверное я бы и прикинулся а что это того собой не перестал вот это называется как это называется и как это называется ну я не знаю мне интересно жить я понимаю что помирать нельзя потому что глядишь еще кто-то закончится прицелить музей почему-то так что я чувствую я вот очень довольна что Леночка здесь наш куратор что я понимаю как тебе трудно и будет еще труднее не пукай что ищи вдохновение в этих Цветаевых они очень разные и вот у меня в книге есть Соломея которая рассказывает про Цветаеву и она там очень точно определила она говорит мы с ней разговаривали в Париже а Соломея ей помогала она доставала деньги для того чтобы отдавать их Марине Ивановне и она так говорила значит я даю деньги моя подруга Шеня Меликова дает потом один тип который понятия не но он давал потому что гарантия и эти деньги выручали ее Марина Иванова через все на каком-то тайне есть письма святая есть письма она их по-моему на сколько на 20 что ли лет 25 на 25 да закрывала Ариадна Ариадна закрывала да а там были не только Мариньи письма там были Ариадьи написаны Мариньи закрывала да но сейчас они открыты не напечатаны все они напечатаны в пяти домах вышли все песни три четырех я не буду пятый еще вот видите какая жизнь успех у Цветаева после жизни сколько у нее музеев и сколько кстати влияния Цветаева на некоторых пишущих стихи женщин девушек очень пагубная опасная они становились психически нездоровыми все слухало и я также многое скоро буду выступать в библиотеке имени Анна Андреевна тут у меня свои отношения она со мной следует капитан я во-первых угадала одну ее тайну он не станет немилым мужем но мы с ним такое заслужим что смутится двадцатый век ну у кого из этих кошмар мужей и воздыхателей можно поставить чтобы смутился двадцатый век на деревьяне ну да это это какой-то знак очень кстати интересный знак ее молодость ее красота необычная такая грабоносая и да но это так знак нет там такой тип ужас вот и у меня даже есть стихотворение пусть говорят что я не вышла рожей предсветом грабоносого лица я не хочу быть на нее похож мне счастье быть похоже на отца я не хочу узнать ее давление испытывать в себе ее судьбу не вписывать в стихотворение не точно не знаю но почему так много общих знаков в наших жизнях и у нас оказался одинаков отцовские фамилии Нако я была Кучеренко она была Горенко и матерей нежнейшие приметы и недопонимание сыновей и без героя какие-то там приметы там где берем герой где нет дороги там где любовь где нет дороги к ней ответа я не знаю справа слева мне все мне почему-то слышится ответ она без королевства королева а я хозяйка но хозяйство нет вот тут очень крепкий узел мой с Анной Андреевной она меня беспокоит она мне снится иногда она приходит я перед моим каким-то выступлением в цд вздремнула ты куда и мне снится Анна Андреевна в шаре она говорит не ходи нечего тебя там делать цд я ну почему я должна не ходить я пошла и все было испорчено я об этом потом не простите пожалуйста это как бы знал ой ой более я не могу сейчас говорить не знаю я же тебе сказала куда надо отвезти да я веду вечер я на вечер не могу не могу свои делишки устраивать но я не могу он какой-то там рок не спит я думаю а вдруг это мастер маргарин я откажу музык поэтому еще какие вопросы а братца ну отец это было он имел метр девяносто и ясные синие глаза и редкой доброты силы был человек у меня здесь с собой нету напрасно книжки 50 лет битвы за танки снег он рал о себе очень много и за все отвечал я чувствую себя вообще виноватым у меня это чувство не очень сильно предродительное так ничего особенного не совершило плохого а все-таки чувство не есть что-то я не сделала что-то не смогла но как-то искупаю жизнь вообще ужасная штука если о ней повысить это Буков написал то захотят повесить то захотят повысить то захотят то тебя в генералы то тебя в рядовые то тебе гонорар то тебе чайбы то тебе в Гамбург и Дрезден а то наоборот сунут в какую-то бездну жабам полезки и баллы и все-таки жизнь это чудо а чудо не запретишь да здравствуй там плетут то падаешь то летишь я вообще любую шести ну и еще прочитаю и как не примеряю строго чтоб было все слухи с ноги а вот ботинки жмут и ёлка а рукавицы велики то из чего-то вырастали а то никак не дорастут то сложность мира постигают то постигают простоту уже морщины как лощины на белом сгоре и убавят нам а жизнь то клюкла то манина то волчья ягода живу души не занимает от жизни я не прячу глаз но ничего о ней не знаю и каждый день как в первый раз вот я вам же говорю как в первый раз давай закатим а все спасибо спасибо у вас не видно у меня кстати ваша книжка у меня много любимых стихотворений спасибо Лариса такое мнение бывает дует среди некоторых поэтов любителей что стихи можно научиться писать действительно это так освоить их пусть их сложить и писать стихи вот ваше мнение конечно да конечно будет ли это поэзией ну вот правда я же сказала да это стихи это таин поэзия таин почему почему вот он написал я помню чудное мгновение передо мной явилась ты как мемодельное видение как гений чистой красоты ведь это Пашлякин а это великое стихотворение не знаю тайна себе велика есть и жить сознавая ее и принадлежать этому миру да еще ко всему прочему вот что-то у меня есть стишок вам почитать стишок неплохой что-то у меня есть только его надо найти Играет музыка Играет музыка Играет музыка Тебя сохранят. Ну дай бог. Это потому что ты их сохранят.